4 июля в Махачкале начала работу стратегическая сессия «Цифровая прокачка», организованная Министерством цифрового развития Республики Дагестан совместно с АНО «Цифровая экономика». Так, в течение двух дней участники сессии обсудят основные направления работы и сформируют инициативы по актуализации стратегии в области цифровой трансформации отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления республики. А также участники разберут кейсы цифровой трансформации, юные цифровые проекты, точки роста, инновационные решения и будут изучать опыт других регионов и компаний в IT-сфере. В ходе заседания конференции председателя правительства Республики Дагестан Резван Газимагомедов подчеркнул, что необходимо актуализировать стратегию развития Республики Дагестан до 2030 и 2036 года, особое внимание уделив хозяйству. К выступлению также присоединился заместитель министра цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов. Он отметил основные инициативы в области цифровой трансформации государственного управления, предусмотренных новой стратегией до 2030 года. Ключевые задачи на данный момент – это сокращение сроков предоставления госуслуг, обеспечение перехода на электронный документоборот органов власти всех уровней и упрощения межведомственного взаимодействия. Проект госуслуги онлайн предусматривает увеличение числа электронных услуг с 60 в 2024 году до 100 в 2030 году. При этом, благодаря автоматическому формированию результата, услуги будут предоставляться сразу в момент обращения. Развитие единой цифровой платформы «Голстех» позволит довести долю госсистем, созданных и эксплуатируемых на ее базе до 100% к 2030 году. В этой стратегии будет произведен переход госструктур на использование российского программного обеспечения и электронных сервисов за счет создания типового автоматизированного рабочего места госработника. Отметим, что Дагестан реализует данную стратегию цифровой трансформации с 2021 года и ежегодно актуализирует ее с учетом развития отрасли. Республика Дагестан достигал установленных плановых значений показателей цифровой зрелости в 2023 году. Его значение составило 62,4%, при плановом 59,1%. До конца года задача амбициозная – это обеспечить рост до 70%.